Виктор Иванович Голдко И наша задача сегодня изучить третий параграф 13-й годовой машины и крупная промышленность А параграф этот, он о том, как сказывается внедрение машин и взрывной рост производительности труда по отношению непосредственно к работникам То есть тема, вообще говоря, архиактуальная Но прежде чем вот она начинается Но прежде чем ее начать, все-таки не могу два слова не сказать по поводу предыдущих занятий И там были комментарии к ним В частности, один товарищ там интересно комментировал Но он, к сожалению, вел себя, вести себя не умеет Было неадекватно, его пришлось отправить вдалеко Но он там задавал такие вещи Во-первых, он докапывался Я там говорил, что станки Ой, станки Двигатели асинхронные практически не изменились с электромашин Симмонса начала 20-го века Он говорит, вот как же не изменились Когда сейчас там у них частотные преобразователи И меняя частоту, можно, значит, правильно регулировать скорость вращения Ну, понятно, что частота вращения асинхронного двигателя Она там с точностью скольжения зависит от частоты подаваемой Если ее менять, да и будешь менять частоту Но все-таки вот надо различать То, что вот сама машина, собственно, электродвигатель И система управления Ну, а сейчас, скажем, есть такие фирмы Которые ставят на станки старые, классические Систему ЧПУ, гидравлику плюс электронику И эти станки работают в режиме ЧПУ вполне Такую же, наверное, можно навеску поставить на станок Времен, когда писался капитал Ну, и что-то не умаляет того же факта Что станки остались практически теми же станками Операции резания остались теми же операциями резания И только вот в последнее время За счет всяких аддитивных технологий 3D принтеров и так далее Вот появился выход в какие-то принципиально новые Способы обработки металла и прочих материалов А так здесь ничего нового со времен Маркса не появилось И потом, значит, тот же товарищ задавался Что вот система бык-пруг, да Вот, он говорит, бык, конечно, не машина А пруг-машина Ну, товарищ, если пруг-машина То перочинный ножик тоже, наверное, машина Ну, надо понимать Что есть вещи, которые на границе Мы вот говорим, что, скажем Швейная машинка, которую мы приводим Сами даже ногами Это все равно машинка, да Если эту швейную машинку Или какой-то станок Крутит бык, который там по кругу ходит Это тоже будет машина Ну, а бык, который пруг ворочет В отличие от трактора Который тот же пруг ворочет Ну, это как-то машиной считать Хотя это на границе, конечно, где-то находится Но это не принято считать машиной Как писал Маркс Это еще до ремесина даже появилось А мельницу тот же Маркс писал Что да, это можно считать машиной Она там перемалывает Хотя она тоже с незапамятных времен Так что, что есть машина Как мы помним, машина это Система, состоящая из источника мощности Трансмиссии перепривода И орудий Которые так же, как и орудия в человеческих руках За счет этой энергии подводимой Производят работу И Маркс отмечает, что революцию здесь создал пар Потому что лошадьми много не накрутишь А использование таких источников энергии Как ветер, вода Они привязывают к определенным местам И делают зависимыми Хотя, скажем, Стрелецкий оружейный завод Он превосходно себя чувствовал На протяжении сотен лет Питаясь энергией озера Разлив Вот, это что касается по предыдущему Ну, а теперь вот что касается Собственно, сегодняшней темы Значит так, как отразиться На работниках у нас Внедрение новых Качественно новых Революционных методов Применения машин И взрывного роста Производительности труда Тема эта очень актуальна Потому что сейчас Появилась откуда ни возьмись Масса молодых энергичных Так называемых марксистов Которые со своими понятиями О коммунизме, значит, активно идут И они говорят, что вот коммунизм Будут роботы Расрабочие им будут советоваться Какие роботы делать И так далее И наступит благодать Божия Но вот надо сказать Что пока что роботы И станки с ЧПУ Они производительность труда Увеличивают на проценты А у времена Маркса Производительность труда Как мы увидим Она росла в разы В десятки В сотни раз И стремительными совершенно темпами Это была воистину промышленная революция В отличие от того, что сейчас И вот как это отразилось Вот давайте смотреть Значит, во-первых Вот Маркс Первый пункт Вот третьего параграфа Ближайшие действия машинного производства на рабочего Значит, присвоение капиталам Добавочных рабочих сил Женский и детский труд Вот как отразилось это Станков внедрения Вроде бы, как мы воспитаны Еще на коммунистических таких понятиях Раз выросла производительность труда Значит, мамы с папами получили возможность Больше детям уделять А что на самом деле это произошло? Это позволило эксплуатировать детский труд То есть машинное производство Ну, потому что уже нет потребности Такой физической силы Можно заменить Да, заменить мужской труд Женским и детским Здесь следует отметить Что машина использует Не мускульную силу А силу Двигательной установки Вот, поэтому мускульная сила Становится излишней Вот, и это позволяет Использовать Женский и детский труд Это с одной стороны Мускульная сила Которая позволяет Более То есть в машинах Есть места Где Мужчина Больших размеров Не может подлезть Ко всем Элементам машины Для обслуживания А детские руки Как раз Более Тонкие Это два Это мальчишки Чистили Катры Сюда В свое время Он один был Время ради Случаев На середине 90-х годов Нечаянно подали Через капон Кипяток В котел Где мальчишка Чистил И свагер Все Это да А взрослый В котел Просто не влезет Чик с гаравином Это да И самое главное Что детский Женский труд Он же меньше оплачивался Во-первых На рынок труда На рынке труда Помимо самого рабочего Как правило Мужчины Появились еще Рабочие в виде Женщин и детей То есть Как Морс пишет Рабочий Стал Работать Торговцем Продавая Свою жену И своих детей На этот же рынок И за счет чего Капиталист Просто Минимизировал Затраты На самого рабочего И еще меньше Стал платить Женщинам У нас основания С точки зрения прибыли Ну вот Кроме того Что Мускульная сила Перестала быть Нужна Еще и такой нюанс Что Перестало Нужным быть Мастерство Которое Вот раньше Все-таки Нужно было Мастерство Которое У взрослого мужчины С годами Накапливалось Здесь оно Старое не нужно Другой стороны Нужна старая Ровкость Гибкость Членов Как тут написано А это Дети Женщины Они более Но с другой стороны По поводу Занятости Женщины Детей Вот Я вот тут Неоднократно Двигаю мысль Что за сокращение Рабочего дня Надо бороться Даже если это Может в каких-то случаях Приведет К снижению заработка Вот тут По поводу Кризиса В английской Хлопковой промышленности В связи В связи С гражданской Войной В США Значит Тут Некто Эдуард Смит Пишет Что В гигиеническом Отношении Кризис Не говоря Выяснением Рабочих С фабричной Атмосферы Именно Многие Другие Положительные Последствия Жены Рабочих Находят Теперь Необходимый Досуг Чтобы покормить Детей Грудью Вместо Того Чтобы Отравлять Их Опийным Препаратом У них Нашлось Время Научиться Стрепнее К несчастью Это умение Стряпать Пришло В такое Время Когда Им Было Не ищет Стряпать Но Из этого Видно До какой Степени Капитал Узурпировал Для своего Самовозрастания Труд Необходимый Для потребности Семьи Кризис Был использован С той целью Чтобы в особых Школах Научить Дочерей Рабочих Шитью Потребовалась Американская Революция И мировой Кризис За свой труд Они важны Но надо понимать Что вот работая Особенно работая Чрезмерно Мы Жизнь свою Отдаем Вот это вот Надо понимать И вот это вот Тоже Ну вот здесь Да Это самое Тут Приводятся Многочисленные Сцены Как вот действительно Оксана Евгеньевна Совершенно верно Сказала Работорговли Фактически То есть Взрослые Стали заинтересованы В том Чтобы Сдавать Своих детей Скоро здесь Появился Материальный интерес Но он не мог Не найти своего выражения Взрослые стали И у нас Так сказать Кстати Нечто подобное Было в России Но у нас Отдавали в люди Ну тут Ситуация Прямо как вот С котятами Их так сказать Нарожалось Не прокормить Вот их надо раздавать Вот так же Детей раздавали Вот у Жуков Кстати Георгий Константинович Маршал Жуков Был отдан в люди Это что значит В люди Это значит Идут в город Там ищут какого-то Ну стараются Конечно там Подобрее Как это котят Тоже в хорошие руки Так это Лучше там Какого-нибудь там Сапожника Портного Еще кого-то Вот не возьмете Мальчика значит Ну да Хорошо Он там будет Мне там помогать Работать Мы его будем кормить Ну и тут В зависимости от того Если хороший Добрый там попадется Этот хозяин То это хорошо Действительно В люди выходили Люди таким образом От этого тоже не уйти Вот А если там клинчушка Там бьет И так далее Это только тяжелый Борскучий Вот Значит Ну и тут указывается На физическую деградацию Детей и подростков Все-таки Родившая Трех детей Она на 9 лет Будет выключена Из производственной жизни Хотя по идее Конечно Мать троих детей Это не боясь Финансового фронта Это понятно Вот Ну и дальше Что тут еще Очень интересно И актуально звучит Интеллектуальное Одичание Искусственно Производимое Превращением Незрелых людей В простые машины Для фабрикации Прибавочной стоимости Которое легко Отличить От первобытного Невежества Оставляющего ум Девственно нетронутым Но не причиняющего Вреда Самой его способности К развитию Его естественного Продородию Это одичание Заставило Наконец Даже английский Пограмминг Прозгласить Начальное образование Обязательным условием Производительного Потребления Детей До 14-летнего Возраста Ну и дальше Тут совершенно Умилительные вещи Которые Прикликаются С нашим временем Очень актуально До издания В 44-м году 1800 Исправленного Фабричного акта Нередко встречались Удостоверения О посещении школы Которые Учитель и учительница Подписывали крестом Потому что Сами не умели писать При моем посещении Одной школы Выдающей Такие свидетельства Я до того Был поражен Невежеством Учителя Что спросил Скажите пожалуйста Умеете ли вы читать В общем да Был его ответ И свое оправдание Он добавил Во всяком случае Я знаю больше Чем мои ученики Вот это вот Нынешний политех Времен русского Я подозреваю Что не только политех Вот это вот Ну прямо вот Один в один Ну и в школе Что-то наверное Похоже Вот Вот эти все вещи Ну это надо читать Это здесь Мы читать Это не будем Вот Вот это что касается Ну и надо помнить Что вот в предыдущей Граве Вот Марс писал Что недостаток Лошади Перед другой машиной Это то Что лошадь Пытается чего-то думать Вот Надо так сказать Если уж Растить придатки К машине То это вот Абсолютно не нужно Чтоб они думали То есть это Совершенно сознательная Целеустремленная Политика Значит далее Что у нас рабочим днем То творится При внедрении Широком машин И Повышение Производительности Труда Снижение Трудоемкости Продукции Ну Под пункт Б Он так и называется Как он называется Удлинение 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 Рабочего дня Та часть рабочего времени Которое Рабочие Используют на себя Как Общественно Необходимое время Как мы его называем Она сокращается И Тем самым Что Сам рабочий день Не сокращается И Та часть Которую капиталист Безвозмездно присваивает Другими словами Крадет у рабочего Она увеличивается Басенька Не сокращается Это не то слово Его вообще нет Да Наиболее могущественным Вот Макс здесь пишет Про машину Что Как носительница капитала Она становится Прежде всего Непосредственно Захваченных Ей отраслях Промышленности Наиболее Могущественным Средством Удлинения Рабочего дня То есть Вот машины Которые Снижают Трудоемкость Которые Короссально Повышают Производительность Труда Здесь Масса Примеров Приведена Насколько Действительно Короссально В те годы Повышалась Производительность Труда Эти машины Они Короссально В то же время Удлиняют Рабочий день Потому что Тут много Факторов Действует Во-первых Капиталист Потратился На эту Дорогущую Машину Он не хочет Чтобы она Простаивала Она должна Приносить Прибавочную Стоимость Она не должна Там Износ При простое Не должен быть Износ Моральный У нее Не должен быть Она должна Работать Там по возможности 24 часа в сутки И Соответственно Чем длиннее Рабочий день Тем лучше Плюс еще Как мы уже сказали Теперь могут Работать Дети и женщины Соответственно Избыток Рабочей силы Она становится Дешевле Так Чего же ее Не применять Круглые сутки Значит И другие факторы Ну Самое главное Наверное Стоит отметить Что Все-таки Увеличивается Та часть Времени Которую Капиталист Присваивает Себе И Она тем самым Подстегивает А Именно На этом основании Капиталист Получает Прибалочную Стоимость И это Его еще больше Подстегивает Еще Как можно больше Увеличить Эту Золотую Жилу Во-первых Как совершенно Сказал Сергей Викторович И здесь Это приводит Такое высказывание Что одно Дело Когда простаивает Заступ Ценой 18 пенсов И другое Дело Когда простаивает Машина Ценой 100 тысяч Фунтов Стерлингов То есть Конечно Это здесь Всякие Простои Он воспринимается Очень нервно И потом Маркс Здесь упоминает Что износ Бывает Двух видов У машины Первый износ Это когда она работает А второй вид износа Когда она стоит И этот износ Он тоже В общем-то Тот же износ И третий момент Это момент Морального старения Машины Капиталист Внедривший У себя Новую машину Он имеет Сверхприбыль За счет того Что в результате Роста производительности Труда У него Стоимость Падает И сильно А цена На товары На определяемой Конкуренции Она какое-то время Остается прежней И он ее Немножко все-таки Понижает Чтобы захватить Новые рынки Сбыта И убить Конкурентов Да Но он ее Понижает Гораздо меньше Чем снизилась Стоимость Производимого Товара Таким образом У него На период Монопольного Вродения Этой Высокопроизводительной Машиной Образуется Сверхприбыль Надо успевать ее По максимуму Да И надо так сказать Это дело Выжить 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 Пока Если не успеешь Сейчас максимум Выжить Потом уже Просто Это у тебя Не получится Да А но Насчет того Что машины Дорогущие Вот считается Что вот якобы Я вот купил Новую Высокопроизводительную Машину Я должен ее Отбить А вот что Творится с машинами Вот Усовершенствования Следовали Одно за другим С такой быстротой Что машины Иной раз Оставались У машиностроителей Незаконченными Потому что Вследствие Удачных Изобретений Они успевали Уставить Раньше Чем их сделали Вот В этот период Бури и натисков Фабриканты Тюлю Величили Первоначальный Восьмичасовой Рабочий день При двойной Смене рабочих До двадцати Часов На предвойной Схеме Тоже До двенадцати Часов Вот Это Вот И далее Фабричный Инспектор Пишет В рапорте Инспекторов За Тысяча Сот Шестьдесят Второй Год Постоянное Возрастание Объема Машинного Оборудования Делает Желательным Постоянно Прогрессирующее Удлинение Рабочего дня То есть Это вот К чему надо Затвердить Что само По себе Сам по себе Научно-технический Прогресс Роботы Еще там что-то Он ничего Не даст Ничего И вот Кстати Еще вот По поводу Станков С ЧПУ И прочего Вот В двадцатые Тридцатые годы Было такое движение Многостаночников И позже Может кто-то Слышит такое слово Многостаночники Откуда это Дело в том Что Станки Они с незапамятных Времен Наверное С Маркса У них было такое понятие Как автоподача То есть Ты включаешь Автоподачу И на один оборот Резца На один оборот Вернее Шпинделя Там тебе подается На Одну сотую Миллиметра Грубо говоря Автоматически Там за счет передачи Винт И так далее Вот И Благодаря этому Рабочий Поставив на обработку Скажем Одну деталь Мог спокойно идти К другому станку И там ставить Другую деталь Это многостаночничество Установилось Конечно еще Задорого До наших Первых пятилеток Я думаю Капиталисты Его установили Потому что Ну что так сказать Рабочий стоит Курит Пока там Станок сам делает Такого нельзя Вот А вот Что касается Станков С ЧПУ Современных Вот Нас сейчас Может смотрят Операторы станков С программным управлением Вот Я не слышал У меня Вот Я правда Не задавал Так вопрос Но у меня Вот один Например Товарищ Он Оператор станка С ПУ Он говорит Что я вот Когда Пока там Деталь точится Я говорю Там Смотрю на мобильники Там Выступление Попова Там Или читаю Чего-то Но Такого Чтобы его К другому Станку гнали И в общем-то Я бывал на производстве И вот не видел Чтобы Операторы станка С ЧПУ На нескольких станках Одновременно работали Вот Это тоже Интересный момент Вот Может в комментариях Кто-нибудь напишет Кто там Это самое Это Знает Так Ну так вот Теперь вот Все-таки Посмотрим Ну это В общем-то Все знакомо Стоимость у нас Равняется С плюс В Плюс М И норма Прибавочной стоимости Равняется Соотношению К М На В Где В Это переменный Капитал А М Вновь Произведенная Стоимость Вот сюда Пришла машина И что мы видим Вот какие параметры Этих Этой формулы Изменились Что меняет машина Ну Она дорогая Поэтому Увеличивается Постоянный капитал С другой стороны Можно Сократить Число Рабочих Переменный капитал Уменьшается Переменный капитал Будет где-то Вот она Прежней И какое-то Время М Вот это Останется Постоянной Таким образом Норма Прибавочной стоимости На какое-то время Резко Возрастет Да? Только мне кажется Переменный капитал Увеличивается А вот Постоянный капитал А почему Он будет увеличиваться Рабочих-то Разгоняет Мы же только что Говорили Что дорогих мужиков Заменяют Дешевыми Женщинами И детьми Переменный капитал Это у нас затраты На что? Ну На оплату Стоимость Рабочей силы Стоимость Рабочей силы Стоимость Женщины Ниже Чем стоимость Мужчины Потому что Подразумевается Что женщину Мужчина Кормит А это И на карманные Расходы Ну Первое Это время Пока у нас Еще старая цена На произведенный Продукт Да А затраты Труда Произведенность Труда Выросла Затраты На единицу Товара Снизились И поэтому М Больше у нас Получилось В снизилась Не затраты Вообще С Ну будем считать Что С Осталось А В Вот у нас Сократилось То есть Во-первых Снизилось число Рабочих Во-вторых Рабочие Более дорогие Заменены Рабочими Более дешевыми В у нас Сократилось В сократилось Да М Осталось Прежнее Да Наверное Прежнее Получается Ну если И упало То есть Оно может Цена Может Владелец Новые машины Более Производительные Он может Несколько Понизить Цену На свою Продукцию Для того Чтобы Других Выпихнуть С рынка У него Рынок Сбыта Должен Расшириться Раз у него Производительность Выросла Да Да Он выпихнет Но потом Не надо забывать Что это все Относится К эпохе Викторианской Англии Когда Англия И мера Неограниченный Рынок Сбыта В корониях И в той же Америке Америка Все-таки Тогда была Еще по Коронии Англии По большому Счету Вот А с другой Странные Люди Там жили Богато Там всякое Там добывали Всякое То-се Там аграрное А вот промышленности Там еще особо И не было А тут туда Из Англии С колоссальной силой Все шло Так что Поэтому Просто Я имею ввиду Что если вдруг Новая машина Она даже При меньшем Количестве Рабочих Все равно Производит Продукта Больше И продукта Производит Больше Тогда им будет Больше Нет Здесь-то все-таки С имеется ввиду Стоимость Единицы Продукта Стоимость Единицы Продукта Ну просто Чем Совершение Машина Тем больше Этих единиц Больше будет У нас там Машина Никак не увеличивает Стоимость Она просто Переносит Да Она переносит Свою стоимость На Проборт Вот Это вот Стоимость Перенесенная Это стоимость Переменный Капитал Это вот А масса Прибыли Да Масса Прибыли Она у нас Это Умножается На Число На переменный Капитал На В И таким Образом У нас Получается Что Здесь Это вырос И вот тут Макс Пишет Таким Образом Применение Машин К производству Прибавочной Стоимости Заключается То Инманентное Противоречие Что Из двух Факторов Прибавочной Стоимости Добавляемой Капиталом Данной Величины Машины Увеличивают Один фактор Норму Прибавочной Стоимости Только Таким Способом Что Они уменьшают Другой Фактор Число Рабочих То есть Машины Уменьшают Число Рабочих Ну А Нарастание Выпуска Ну Тут Вот Машины Однозначно Уменьшают Число Рабочих А Произошло Нарастание Выпуска Нет Здесь Это Марс Не Рассматривает Хотя Если Оно Произошло Понятное Дело Это Дополнительный Фактор То есть На Единицу Если Оно Сопровождается Еще И Увеличением Выпуска То Тогда Понятное Дело На Так что Здесь Пишет Маркс Наивности Древних Греков Как Греческий Поэт Времен Сацирона Приветствую Разобретение Водяной Медницы До Размарывания Зерна Этой Элементарной Формы Всех Производительных Машин Как Появление Освободительницы Рабынь И Восстановительницы Золотого Века И Они Как Открыл Проницательный Басти От него Еще Более Примудрый Марк Курах Ничего Не Понимали В политической Экономии И Христианстве Они Между Прочем Не Понимали Что Машина Надежнейшее Средство Для Унеленения Рабочего Дня Вот Это Вот Еще Тут Он указывает В начале Этого Пункта Удлинения Рабочего Дня Что Эластичная Человеческая Природа Ее Можно Подвинуть Капиталист Может Заставить А плюс Еще То Что В труд Все шире Стали включаться Женщины И дети Они Более Такие Мягкие И С ними Их Проще Подавить Чем Мужиков У Мужиков Тестостерон Он Может Мастеру И по морде Трескать А женщина И ребенок На них Рявкнул И они Делают То Что От них Просит Мастер И все То есть Это Вот Почему Одна из Причин Почему Женщины И дети Дешевле Стоят Нежели Взрослые Мужчины Рабочие Это Это Здесь Здесь Я Съем Съем Прямого действия. И надо понимать, что всех не посадят. И надо понимать, что в Царской России, в частности, за участие в забастовке можно было получить 6 месяцев каторги, а за организацию забастовки 16 месяцев каторги. Ну, кто-то иногда, так сказать, и шел на каторгу, но это кто-то иногда. А забастовочное движение росло и ширилось. Так что всех не посадят. И не надо забывать про прямое действие. Зайти в кабинет к директору торпой большой и поговорить, а почему-то нашего товарища увольняют, а вот с какой стати, это очень эффективная мера. Очень эффективная. Просто поговорить и больше ничего. Поговорить, я имею в виду, не как там выйдем, поговорим, а вот чисто поговорить языком. А еще я пропускал через себя, как человек с медицинским образованием, ну и с политикой нашей партии. Следующая информация. Вот прикидывайте, по цифрам мы боремся за сокращение рабочего дня. Здесь указано, что люди работали по 12-14 часов. Средняя продолжительность жизни тогда была 40 лет, но работать начинали в 10 лет. То есть, если от 40 отнять 10, то получится 30. В современности люди начинают работать, ну, допустим, отучился в техникум и сходил в армию примерно в 21-22 года. И у нас 20% не доживают до 60 лет, то есть не выходят на пенсию. Получается, что люди работают по большому счету столько же, при этом типа 8 часов рабочий день, типа это не те дети, которых кормят опиум с утра до вечера, чтобы они не плакали. То есть, в принципе, человек вырастает более-менее здоровым, то есть это можно судить по таким, как рост и весовые характеристики, да. То есть люди вырастают там, ну, в среднем, там, до метра 75 в нашем регионе. Эта тенденция становилась в России последних десятилетий. Она наблюдалась до начала 90-х годов устойчиво. С середины 19 века до 90-х годов, да, рост... Так я к чему и говорю, что вы чувствуете, да, то есть если у нас люди не доживают до 60 лет до пенсии, то по большому счету наши сегодняшние условия труда, если все сложить вместе взято, мало чем отличается от того, что было 180 лет назад. То есть при этом, ну, как бы детей, ну, еще раз повторю, опиум не кормят, мясо дают, ну, так, в принципе, должны давать. Ну, я знаю, что некоторые семьи и по многу месяцев мясо не едят. Но я, в принципе, что сейчас, что было 180 лет назад, и сейчас все выровнялось. Раз человека, вот человека тоже 30 лет, нам 35, и он умирает после 35 лет рабочей жизни. То есть вот к чему вы вернулись, опять к тем же. И опять же вот этот момент. Чувствуете, как, например, из этого, вот из этих глав, как относится капиталист к рабочему. Если, допустим, у феодала, допустим, есть крепостной крестьянин, и если этот крепостной крестьянин, он его забьет, он кончится, то ему придется купить этого крепостного крестьянина, то тут другая методика. То есть ты загнал этого рабочего вообще, просто он у тебя умер, и придет другой рабочий, ты за этого ничего не сделаешь, у тебя вот они безработные, там, миллион, два, три, пять, там, ну, смотри, какая страна. И вот он придет, и сейчас то же самое. То есть у нас к рабочему как относится? Ну, сдохнешь ты и пофигу, сейчас вот Средняя Азия поднавалит, и вообще дешевая рабочая сила придет и заменит себя, и опять никакого отношения к рабочему. То есть опять вернулись к тому же самому, что было 180 лет назад. Ну вот Маркс, в частности, в Капитале, он неоднократно ерничает над поносителями рабства в Соединенных Штатах, что вот рабочий у нас в демократической Англии, рабочий работает на себя, а раб там работает в этих ужасных условиях бесплатно. Он говорит, ну, извините меня, во-первых, раб работает не совсем за бесплатно, потому что на его воспроизводство его рабочей силы рабовладелец тратится. А в другой стороны, рабочий у нас работает не на себя, он работает на себя и прибавочную стоимость создает. И он говорит, если посмотреть это отношение, еще непонятно где оно и больше. По крайней мере, вот у меня знакомые были в Херсонесе, это под Севастополем, и там на раскопках, значит, древнего города, там было такое понятие, написано комната раба. То есть, рабу давали комнату. Вот сейчас рабочему дают комнату? Ну да. Какому рабочему дают сейчас комнату? Кому дают сейчас комнату? Ты живи, где хочешь. Живи, тебе никто не мешает, свободный человек. Где хочешь, там живи. Хочешь, во дворце живи. Хочешь, в элитном жилье, да. Ты пришел, отработал, получил, иди. Иди, да, куда? Так что это вот такая штука. Вот, ну и третий пунктик, С, да, он, С, он, что происходит у нас с интенсификацией труда? Вроде бы как машина пришла, ты ходи вокруг нее да поплевывай. Она все делает. А что произошло на самом деле? Тут пишет Макс. Безграничное удлинение рабочего дня, которое производят машины, находящиеся в руках капитара, проводит впоследствии, как мы видели, к реакции со стороны общества, жизненным корням которого угрожает опасность. То есть, ну, это то, что мы вокруг себя видим. Вот у нас жизненным корням общества угрожает опасность. А вместе с тем, мы к законодательному установлению ограниченного нормального рабочего дня. Но на основе последнего приобретает решающую важность явления, с которым мы встречались уже раньше, а именно интенсификация труда. То есть, когда человек за смену сделает в два раза больше продукции, он может это сделать за счет уменьшения трудоемкости, изготовления единицы продукции, да, какими-то приемами обладил, сделает приспособу, там и так далее. А может и за счет просто того, что быстрее начали бегать. Но вот это два вида увеличения выпуска продукции, они очень сильно расходятся. И в существующих методиках они никак не различаются, говорят только о росте производительности труда, а не о росте интенсивности труда. И сейчас вообще культура во многом, учета затрат физической энергии рабочего, она нигде, вот я не видел, чтобы она где-то производилась, она во многом утрачена. Хотя в первой половине 20 века был такой терроризм, террор был такой. И вот специальные учетчики ходили за рабочими и на Западе, и у нас, кстати, до войны. И они смотрели, как рабочие движутся, какие движения он совершает. И учитывали это, и приводили интенсивность труда рабочего, как он руками там работает, или ногами тоже, к скорости ходьбы. У них было считалось, что нормально, если эта интенсивность труда соответствует скорости ходьбы около 4-4,5 км в час. Ну, 3 км – это уже считалось медленно, замедленный темп. А 5-6 – это уже очень быстрый. И отмечалось, что на ряде производств интенсивность затрат, она соответствует где-то скорости ходьбы 8 км в час. Ну, 8 км в час – это бег трусцой. Это вот 8 часов бегает трусцой, и вот ты… Так вот люди работают. Не, ну в справочниках же учитывалось, то есть непосредственно, когда открываешь справочник по работам, то там написано, например, чтобы получилась какая-то зарплата приемлемая у рабочего, да, там учитывалось. То есть лопата, перенос песка на лопате на расстоянии 20-30 метров, 50 метров. И вот это все конкретно, ну это же отражение как раз из-за битюра. Это отражение этого, но это вот все-таки более примитивно. Вот у докеров, скажем, труд грузчицкий тоже учитывается. Вот ты взял ящик, значит, так, чтобы на 1 метр его переставить, то докер должен 24-тонные за сменой обработать. 24-тонные – это вообще, говоря, много, это полфуры. Вот, но это вот буквально на 1 метр вот взял и переставил. Вот, а если ты там его куда-то несешь, если еще поднимаешь по ступенькам и так далее, то это тут уже вводятся всякие коэффициенты. Да. Вот, но это все-таки такой грузчицкий труд, он тут действительно близко. А вот, скажем, работу на станке, вот ее так вот это самое перевести, затраты энергии, это сложнее уже, это царая наука здесь была. Ну, она может и есть где-то, но вот как-то вот сейчас ее особо не видно. А раньше это было модное такое течение. Значит, потом, значит, здесь было замечено, что неизбежно наступает момент, когда удлинение рабочего дня и интенсификация труда взаимно исключают друг друга. Так что удлинение рабочего дня совместимо лишь с понижением степени интенсивности труда, и наоборот, повышение степени интенсивности лишь с сокращением рабочего дня. Вот, и далее здесь вот о таком интересном эксперименте Маркс пишет. 6 января по 20 апреля 44-го года при 12-часовом рабочем дне средняя зарплата каждого рабочего составляла 10 шиллингов полтора пенса в неделю. А с 20 апреля по 29-го июня того же года при 11-часовом рабочем дне, при 11-часовом, то есть сократили на 1 час рабочий день. А средняя заработная плата уже 10 шиллингов 3,5 пенса в неделю, то есть сократили рабочий день и несколько увеличили заработную плату. Вот, и в этом случае в 11 часов производилось больше, чем раньше в 12 часов, исключительно вследствие большей и равномернее распределявшейся работоспособности рабочих и вследствие сбережения их времени. В то время, как они получали ту же самую заработную плату, ну почти ту же самую, даже чуть побольше, и выигрывали час досуга, капиталист получал прежнюю массу продуктов и сберегал издержки на уголь, газ и т.д. за 1 час. Такие же эксперименты и с таким же результатом были произведены на фабриках господ Хорракс и Джексон. Вот вам это вот результаты. Прогрессивность борьбы за сокращение рабочего дня. Вот, но и тем не менее, значит, не везде было все так хорошо. Вот Марс пишет, труд заключающийся в том, что в течение 12 часов следовать за двумя милями взад и вперед составлял при придении пряжки номер 40 в 25-м году 8 миль ходьбы. А в 32-м году дистанция, которую в течение 12 часов приходилось пройти за двумя милями при придении того же номера, составлял 20 миль, а часто и больше. Вот так. Производитель труда выросла, это вместо 8 миль, теперь интенсивность выросла, проходи 20 миль за смену. А это 40 км, между прочим. Нет, нет, это 36 км. Ну или английская миль, она 1,6 км. Ну все, 32 км. 32 км пройди за смену слов. А часто и больше. В 25-м году предельщику приходилось делать на каждой мюле 820 вытягиваний за 12 часов. А, нет, общая сумма 1640 вытягиваний за 12 часов. А в 32-м году предельщик должен был сделать уже 2200 вытягиваний. А, на каждой мюле. Итого 4400. Ну и так далее. Вот вам и увеличение интенсивности. Вот такая вот тема, которую мы сегодня раскрыли. Ну вот и что здесь можно сказать. Эта тема, она такая, не сложная, прямо скажем. Но с другой стороны, здесь без диалектики никак. То есть человек, не владеющий диалектикой, будет повторять. И мы это видим на примере этих многочисленных интернет-марксистов. Там всякие каналы. И вот они говорят, вот коммунизм будет, что вот будут роботы. С рабочими будут советоваться, в какие области эти роботы в первую очередь внедрять. А как это услышат, так сразу вспомнив про учет мнения в договорах. Как вот это, ваше мнение учтено. Вот. А труд рабочего, будь это то, как на обычном станке, будь это оператор станка с ЧПУ, будь это какой-нибудь ноготик роботов и уборщик за ними, она здесь лучше-то не будет. Уменьшится число рабочих, может быть. И опять же будут там вопросы о перенаселенности, о том, что надо бы какой-нибудь спид на них напустить, чтобы они вымирали. Это самое. Рабочим лучше-то от этого не будет само по себе. То есть, единственное, чем рабочие могут тебе помочь, это красовый ботбой. Иначе ничего другого не придумаешь. Расскажу веселую вещь по Тейлоровской методике. Я учился в Финеге, там преподавали эту Тейлоровскую методику. И я решил ее применить не на рабочих. То есть, всегда разговор идет рабочий и тому подобное. А я решил, так как я интеллигенция врач, решил проверить эту методику на чиновников от медицины. Это тупо постоять секундомером, кто чего делает из тех, которые находятся. То есть, допустим, я работаю на скорой помощи, там несколько бригад выезжают на вызовы. А что делают остальные, которые ждут вот этих вот бригад? То есть, получается очень большое количество народу, которые просто сидят и типа должны подносить нам снаряды. А мы должны вот как бы обслуживать. То есть, мы основная рабочая сила, а они нам только снаряды подносят. Выяснилось, что если постоять над каждым секундомером и посмотреть их операционные действия, что они производят, им не то, что там на ставку, на четверть ставки делать нечего. То есть, если вот Иван Михайлович говорит, а что же там люди применяют? А вот примените вот эту методику к нашим чиновникам по интенсивности, и выяснится, что им делать там нечего. Я лично это проверил и написал по этому поводу дипломную работу. Она была лучшая на потоке. Чиновники, во-первых, не занимаются трудом. Это я согласен. Нет, я просто говорю, что вот так вот, это же методика с секундомером походить. Но это все-таки оценка деятельности. И они же подносят, они же не в прямом смысле вам что-то подносят. Они что вам, скорую лекарство загружают? Прямо физически берут и загружают. Да. Чиновники. Ну, старшая медсестра берет и несет. А старшая медсестра – это не чиновник. А кто она? Ну, это не чиновник. Ну, кто она? Что она делает? Ну, это административная должность. Административная. Она выписывает лекарства, берет эту коробку и несет. То есть, в определяющей степени она больше несет, чем что-то другое. Нет, она грущит. Это умственная деятельность. Она же думает, какие лекарства выписать вообще голога. А что значит выписывает лекарства? Да я не про это говорю. Я говорю про секундомер. Подстоятельно человеком секундомер. Это не нас здесь секундомеров. Это пытались в свое время. Знаете, это у инженеров замерять их интенсивность труда, их полезность для общества. Сколько линий за единицу времени он проведет на чертеже. Это тут не надо нам таких подходов. Он может много их нарисовать. У нас студенты, мой бывший, торговый очень. Он на Уральвагонзаводе там был ведущим одной темы, которая на языке, что называется, известная. Хорошо там все сделал. Он, кстати, обладает малициссическим даром. Очень хорошие книги написав в соавторстве другим товарищам тамошним. Это боевые машины Уральвагонзавода. Такая серая серия. Там одна белая в конце. Вот. И его выперли из конструкторов. А потому что, ну, он такой физический, такой длинный, такой здоровый, значит. Он вот, прежде чем линию на чертеже провести, он всегда подумает. Так, так, может так. Я его еще помню, как он дипломы там делал. Медленно рисует. А он талантливый. И, в общем-то, он все делает, что порагается. Ну, вот он там говорит, я говорю, в конструкторах, в конструкторах. Нет, он не конструктор, сейчас его выперли, он по дорогам не украдывается, медленно рисует. Но это вот, тут нельзя оценивать. А он может потому медленно рисует, что он понимает, что вот так нарисовать неправильно, и он сидит это все в голове, продумывает. Так он думает, причем нарисовать, он думает. Ну, такая... А другой нарисует, и неправильно нарисует. А при таком подходе, это как некий недостаток рассматривается. Иван Михайлович защищает интеллигенцию. А что делать? А вот Михаил Васильевич приводил пример, что в институте экономики там вообще только один или два рабочих дня в неделю было. Остальные дни, вот как он говорит, люди ходили, думали. Ну, правда, они там ни хрена не надумали в этом институте экономики, все развалилось. Они даже этого не заметили, что идем к капитализму. Так что не всегда полезно, но вообще, говорят, думать полезно. А всегда у научных работников был день на библиотечной, так называемой. То есть, и вот я вот по своему опыту вижу, что вот у нас на кафедре, если я на кафедре работал, сколько я там был? Ну, я с 82 года учился там и по пятному, можно сказать, 33 года фактически. Я там честь студентом был, потом сотрудником. Ну, и там, в общем-то, подход такой, что ты делать нечего, иди, нормированного рабочего дня никакого нет. Так, ну, тем не менее, там в советские времена народ всеми сидел на кафедре и всеми что-то делал. Ну, ты сделал, можешь идти, если хочешь. Ну, вот сделай. Вот. И там произойдет труда. Вот я сейчас работаю в организации, где с 8 до 5 рабочий день, там была выше выработка. То есть, когда человек работает и знает, что он, так сказать, сделав дело, может куда-то идти, его ничего не держит, кроме осознания наличия работы. Это... И психология другая складывается. Человек привыкает интенсифицироваться, всякие там пасьянцы и так далее. Это все дарой. Ну, тут имелось все-таки другое. Да, да, и другое. Есть куча уже налоговой инспекции, бухгалтеров. Это все может делать один компьютер. Слушайте, я вас умоляю. И замените эту всю армию бухгалтеров. Можно. Всю эту систему налоговых инспекций. Это лишние люди сейчас. В Трансмарше, где я сейчас работаю, когда там 5000 человек работали, были кароссальные объемы, сидели в плановом отделе что-то два бухгалтера, что ли, расчетчика. А сейчас в каждом отделе сейчас экономистов штук 20, наверное, в Трансмарше. В отделе кадров пять человек сидят. Какие-то, да, компьютерные мощности были? Или вообще их не было? А сейчас какие? Ну, вот об чем речь. А на почте России благодаря компьютерам увеличилось или уменьшилось время отправки? Раньше, я помню, придешь, тебе взяли и отправили. А сейчас она там сидит, у нее интернет виснет, она там одним пальцем набирает. Да, дефодация какая-то. То есть, ввели компьютеры, ну да, там РПО есть у каждого этого отправления, там можно отследить по РПО, все такое, но с другой стороны это самое, очереди выросли. Так что компьютеры сами по себе, они головы не заменяют. Не, ну, у меня еще там было в работе, знаете, чего, например, я взял 40 обязанностей, которые должны выполнять например заведующий отделением, 40, и рассмотрел каждую обязанность, если он, например, не будет ее вообще выполнять. Ну, то есть, ему предписано выполнить 40 обязанностей за свой трудовой год. И вот он не будет эти 40 обязанностей выполнять, и выяснилось, что ничего не поменяется. А это совершенно верно. То есть, там осталось из 40, по-моему, одна или два, две позиции, которые он должен делать каждый день, и на это будет уходить час времени. Остальные, что он делает 7 часов, непонятно на работе. А это так и есть. То есть, вообще говоря, вот эти все попытки формализовать как-то за счет должностных инструкций, так говорили, труд руководителей, они бесходны. Это очень тяжело формализовать. Здесь надо требовать неформальной отдачи, и надо требовать, чтобы хорошо работала поликлиника, чтобы не было там обиженных пациентов, чтобы не было ложных диагнозов. И за это надо спрашивать. А все эти многочисленные перечисленные обязанности, это потому, что вот пациент умрет, там, от того, что скоро его вовремя не приехало, а у него вот у меня список должностных обязанностей, это выполнено, это выполнено, и все, а пациент умер. Ну, так схожилось. Для статистики все. Да. То есть, получается, диалектически, прогрессивный, некогда капиталистический строй уже стал непрогрессивным и цепляется всеми руками за жизнь. Уже давно. И пытается загрузить ненужной работой кучу людей. Иначе, если людей начать освобождать от работы, люди начнут думать, у них появится сумочное время. Эти люди, это еще и поддержка капиталистического строя. Ну, да, это такая защита. То есть, он создает, подкармливает своих защитников. Бюрократия. Да, да, да. Это вот, то есть, это всегда так было. То есть, лучше рабочим, если их всех убрать, загнать в рабочие, если останутся, так сказать, только капиталисты и рабочие, то тут понятное дело, что капиталистам очень быстро кирдык придет. А так вот эти ходят, и говорят, вот, раньше было плохо жить, а сейчас хорошо жить, как раньше жили ужасно, а сейчас так хорошо жить. Ну, конечно, если человек получает сейчас зарплату в тысячах, как раньше в рублях, там, 120, 140, 150, ну, пока на тысячу можно больше купить, чем на советский рубль, я согласен. Сейчас 150 тысяч получать, это, наверное, лучше жить, чем в советские времена на 150 рублей. Хотя не сильно. Это пока с тобой ничего не случилось. А в некоторых позициях тысяча слабее советского рубля. На советский рубль можно было 33 раза на трамвае проехать, еще копейка оставалась на коробок спичек. А на тысячу нынешние, сколько, 25 раз можно проехать на трамвае. Для отдаленных регионов вы очень большие цифры космические просто называете, 150 тысяч где-нибудь там. Почему? просто идешь. Почему? Там продукты абсолютно так же стоят. Не, не, ну, зарплата, скажем, 150 тысяч за Уралье или сейчас для Донбасса это просто космические деньги. Там травы много растет, траву идет. На подножном траву. Там, где хорошая работа 10 тысяч месяцев. Иван Михайлович просто уже старший министр к научному работнику приравнял. Я не знаю, что это за слово старший министра. Это как старший прапорщик или что это такое? Это типа да. По-моему, Иван Михайлович защищает капитализм в этом случае. Не капитализм, а социальный свой. Да, вот, который спасает капитализм. Вот, нет, я не защищаю, я говорю, что формальная попытка формализовать интеллектуальный труд, она, ее пытаются пропихнуть для того, чтобы снять с себя ответственность. Да, вот. А здесь надо не формально смотреть, а надо смотреть на деятельность руководства всех уровней по результатам труда. И, конечно, руководству надо нещаднейшим образом. Вот, что там брать? У нас в политехе, значит, были в свое время векторы, два провектора по учебе и по науке. Потом все-таки решили, что вот, грубо говоря, завхоз институтский, он такую работу большую, ну, давайте будет провектор по административно-хозяйственной части. Ну, вот, тоже его так уважаемо назвали. Ну, вот, советские времена на этом и кончилось. Сейчас, если вы возьмете политехнический университет и посмотрите, какие там провекторы, там их десяток. И кого там только? Во-первых, там есть научный руководитель института. Есть президент университета, президент университета, есть ректор университета. Ну, или нет, ректор на первом месте. Потом идут научный президент и научный руководитель. Потом пошли провекторы по связям с общественностью, проректор, там такой-такой-такой, один вообще, я точно про него знаю, что вот такой вот, какой-то он там по финансам, что-то там хрен его знает, и на последнем месте робко притулился, единственный нормальный среди них проректор, это проректор по научной работе. Это руководство, то есть это цирк. То есть научитесь секундомерам ко всем и стоять на ними, и стоять, что они делают. Мне кажется, тут это обсуждать, что нет смысла, потому что марксизм ответил, что цель профсоюзов – это обеспечение материального благосостояния в свободе в сторону развития. Интеллигенция в сфере свободного времени находится, а обеспечение материального благосостояния, вот Маршин сказал, что никто не должен сваливать свою долю общественную материальную производительную, но лично. То есть все уже здесь поставлены формы, все понятно. Ясно, к чему двигаются. Остальной идеализм получается. И поэтому все вот эти марксисты доморощенные, которых сейчас развелось пруд в пруде, они все, так сказать, очень ерзают при понятии коммунизма как бескрасового общества, в котором никто не будет освобожден от производительного труда. Им все вот социализм вот нужен, подольше бы социализма, чтобы вот была все-таки вот прослойка эта вот, которая за счет рабочих существует. И был бы вот рабочий, чтобы вот отдельно вот это разделение, чтобы было, это вот у них, а сокращение рабочего дня, а как вот идти, как количественно опять же идти к коммунизму, сокращение рабочего дня. Вот это вот тупой, простой и надежный способ сокращения рабочего дня. Но и само собой не по домам разбегаться, а думать, как бороться, чтобы дальше вот изживать все это явление. Потому что кто кормит-то всех этих дармоедов? Рабочие кормят. А как они их кормят? Оттим, что согласны работать за эту зарплату. И эта зарплата, эти вот деньги, которые освобождаются, красальные вот эти сверхприбыли, они идут на всех этих тунеядцев, идут в криминал, идут черти куда. А это разложение общества. То есть, кто виноват в разложении общества? Рабочие, которые не борются за свои интересы. Да-да. Это и наши виноваты. Это истучно. А как? В работе КРАС самый сильный КРАС объективно. Он наиболее сильный, наиболее прогрессивный, он наиболее организованный, спроченный. Все здоровые мужики там тусуются. А вот они организоваться не могут и богаток навести. Пока генемон не организуется и богаток не наведет, никто другой не наведет. Только он способен опрокинуть капитализм. Да, да, да. И все потенциальные возможности у него к этому есть. Но свою потенцию реализовать он пока не стремится спит. Не военные. Нет, военные клавиеры. Военные – это дубина в руках правящего КРАСа. Да, да, да. И все. Так что это вот… Донецкий опыт хорошо показал, что без забора на рабочее движение… Да, вот это вот становление государства в таких условиях… КРАСа показало, что будет, так сказать, ничего особо светлого и хорошего там не будет. Хотя там вроде как народ и простудок, и все такое. Да, и без руля, и без витрир. Так, товарищи, ну на этой оптимистичной ноте… И тут 8 марта у нас приближается. Хоть мы и говорили о том, что женщины более податливые и мягкие – это может быть какой-то их минус. А с другой стороны… Да, но вы по морде не получали. А с другой стороны, они начали февральскую революцию. Буржуазную. Буржуазную. А это общественность. Которая тоже была нужна. Да, кстати, тетеньки, они всегда вот это самое. Тетеньки, они выступают интенсивно. И вот тут мужчинам надо им помочь. То есть, женщины, они более активны с точки зрения… Вот где-то даже хулиганов там разогнать, еще что-то. Мужки как-то стесняются, женщины не вылезают. И тут вот женщин надо поддержать, да. Да, если они сейчас скажут своим мужьям, чтобы пора сокращать рабочий день. Ну да, кстати, да. Это пойдет. То есть, женщины зачастую здесь реакционную роль проводят. Что ты вот давай, корми семью, работай больше. А то, что дети там узнают, кем вырастают. Муж там стачивается к 50 годам напрочь. Это, так сказать, как-то они этого не учитывают. А здесь женщинам, конечно, надо занять разумную позицию. На разумные действия мужчин своих толкать. Пожираем им это в канун Великого Женского Дня, 8 марта. Поздравляем. Поздравляем. А следующий у нас канал? А через две недели, в пятницу. В пятницу. А вот когда там? Следующий параграф – фабрика. Да, я его нашел. Изучаем фабрику. Фабрику, наверное, дальше еще он покороче. Прибавить рабочие машины. В 50-м году Ленин, да? И потом мы сегодня так быстренько...